Несу 24 года с двумя детьми. Она из небольшого села и никогда не училась по вопросам репродуктивного здоровья, как и многие другие девушки из консервативных семей в нашей стране. Весь день она делала работу по дому и заботилась о своих детях. Несмотря на все ее усилия, семья мужа всегда выражала свое недовольство по отношению к ней. В очередной раз во время ссоры сестра мужа толкнула Несу в тандыр. Она получила сильные ожоги. Более 50 процентов ее тела. Во время своего пребывания в больнице заразили ее ВИЧ через преливание крови. Она этого не знала. Вскоре она забеременела своим третьим ребенком. После этого я встретила Несу. Я семейный врач в поликлинике, где она пришла обследование и тестирование на ВИЧ. У меня четверо детей. Моя дочь вышла замуж и я благодарна, что ее муж и свекровь доброжелательны к ней. В нашей культуре женщины свекрови находятся в положении того, что они могут решать будущее своих детей. Когда свекровь Несу узнала о ее диагнозе, она вынудила ее и ее детей, чтобы они уехали. Несмотря на все судебные решения о том, что она имеет право жить в доме мужа, ее муж и родственники не позволили ей вернуться домой. Я отправила Несу в НПО, которая поддерживает ВИЧ инфицированных женщин. Она развелась мужем. Ребенок умер, но до сих пор у нее большой стресс. Но по крайней мере она знает свои права. Несу является одним из счастливчиков. А как насчет остальных? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok